МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Самарской области сегодня рано утром наблюдался туман, была ограничена видимость, и это привело к аварии. На южном шоссе в Самаре произошло сразу три ДТП. Движение затруднено на отрезке от Уральской до промышленности в обе стороны. В Самаре пациенту с электроожогом восстановили ткани лица. У пострадавшего были поражены боковая поверхность носа, нижние и верхние века, части лба и щечной области. Ткань удалось спасти. Хирургическое вмешательство осуществляли в цифровой операционной, уточнили в пресс-службе сам ГМУ. На текущий момент пациент проходит реабилитацию, а через 4-5 дней отправится на реконструктивную операцию. Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Туле. Как уточнил глава региона у себя в Телеграм-канале, там он проведет комиссию госсовета по направлению промышленность. На заседании изучат лучшие практики развития субъекта. Также в Тула отправилась делегация правительства Самарской области. Глава Волжского района Самарской области Владимир Медведев уходит в отставку по собственному желанию. В Самарской области на трассе обход Тольятти произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2111 двигался по 78-му километру автодороги. Путь исследования врезался в металлическое ограждение. Водителя госпитализировали. До приезда скорой на месте аварии погиб пассажир машины. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, уточнили в региональном главном управлении МВД. На блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчик, подали в суд. Истец указала, что приобрела премиальный курс Чекалины за 2 миллиона рублей. Вся суть проводимых консультаций сводилась к праздным беседам во время совместного чаепития, а также к продвижению третьих лиц для заключения с ними возмездных договоров, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Заседание по делу о защите прав потребителя пройдет 11 декабря. Напомним, девушка родилась и выросла в Тольятти. Каждый второй самарец мечтает трудиться только 4 дня в неделю. Согласно данным опроса, который провел сервис по поиску работы, 68% респондентов уверены, что за это время смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Порядка 27% собеседников считают, что такое сокращение рабочих часов – плохая идея, ведь от этого может уменьшиться зарплата. В случае, если бы 4-дневка стала возможной, то 26% опрошенных хотели бы провести этот день семьей, а 24% потратили бы его на полноценный отдых.